Здарова, стратегические жевжики! Вы видите и слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет, и я продолжаю проходить предрелизную стимовскую версию Old World за персов на предпредпоследнем уровне сложности. У нас новая королева, статира новоявленная, если мне не змея память, это вообще первая королева в Персии на данный момент, потому что... А нет, была же царица Лыбить, точно, я забыл. У нас был царь Лёшес, потом царица Лыбить, но, правда, мало... Хотя не как мало, 18 лет она проправила, походу. Потом царь Теребоньк, выдающийся, царь Шампур Вековечный, и вот сейчас царица Статира. Будем ли мы её как-нибудь переименовывать? Статира... Может, не знаю, царица Сатира назовём. Сатира на современную жизнь, не знаю. Похожая, во всяком случае, Статира... Сатира... Сатира. Так, у нас вот три амбиции есть, две из которых надо выполнить за 20 лет, но они точно у меня будут выполнены прям 100%, и открыть бронебойные стрелы и баллистику. Очень желательно это всё сделать одновременно. Одновременно, чтобы у компьютерных соперников не возникло желание на меня напасть. Так что будем пытаться, собственно, это и сделать. Давайте пометим, ой, поместье я должен открывать. Надо пометить, куда нам идти. Хотя, блин, ладно, я так посмотрю, когда будем рядышком. Так. Гарнизон. Ну, вообще, наверное, я бы плантации тут строил, действительно. У нас тут дофига плантаций возможных. Так, этот сюда прибыл... А, он дальше у меня бежит в Теридон, чтобы монастырь строить. Да, да. А где, интересно, нам лучше это тут сделать? Вот, игра предлагает тут. Но это же не плантация, это ферма. Ну, плантации тут... Вообще, я бы здесь построил. Потому что тут тоже будет плантация. Так что мы туда пойдём. Я бы тут, наверное, библиотеки строил. Библиотека кому-нибудь имеет соседство? Вот тут вообще 3.8 написано. Давайте я вот сюда библиотеку лучше бахну. Так, собор можно делать? Здесь, наверное... Не, вообще, в катуре точно можно. Причём, почему-то игра предлагает здесь. Ну, давайте. Тут, наверное, имеет смысл... Домик посмотри. Хотя, какие уже домики? Когда они там успеют вырасти куда? Так, в Персеполе всё построено. Пойдём, наверное, обращать. У меня ещё, по-моему, один город без зороастризма. Если я ничего не перепутал. Цебалы, да. Цебалы без зороастризма. Так, ну, продолжу тут, наверное, лесопилки всё-таки делать. Чтобы меньше тратить денег на покупку дерева. И оно тут вместе с камнем самое дорогое. Поэтому мне не так интересно железо. Тут лесопилку сделаю, потому что рядом с лагерем. Так, вот тут бы я, наверное, библиотеку. Опять же. Где у нас? Так, городские сооружения. Библиотека 3.2. А почему здесь она... Вот здесь 3.2, интересно. Потенциальный промежуток 1 плюс 1 за соседние ресурсы, а какой-то... А, тут у нас вот эти ресурсы, понял. Ну, давайте тут библиотеку. Тут рыба. Так, ну, и этот айтут стоит. Вот тут качать уже некуда. Казначейство 1. Ну, продолжаю. Надо до казначейства 3-го довести. И тогда только остановиться. Видите, 3 хода, 4, 5. То есть, как минимум, мы как раз впритык, чтобы выполнить эту амбицию. Так, старший монах. Так, давайте глянем. Мне больше нигде нельзя... По-моему, я в одном месте еще строю. Да, вот старший монах. И больше нигде никаких старших нельзя строить, чтобы не выполнить. Случайно. Поэтому просто можно, например, просто монаха делать. Потому что там я науку получаю с этих спецов. Подожди, что он тут 7 лет строит? Зароастрийский собор 7 лет строится? Нифига себе. Так, какой я могу строить? Целитель. Не хочу. Младший священник. Во. Поехали. В Нишапуре. Тоже младший священник. Один ход вообще всего строится. Нифига себе. Так, 20 приказов. Что у меня это может делать? Жалко закончилась эта возможность цивики получать. Ну, обратимся в Зароастризм. Естественно. Так, дальше. Шпион случайно нигде не может потырить. Всех обогнали. Значит, не будем ничем заниматься здесь. Ну и восстановить в миру в городе мы так и не открыли. Так, а что у нас по наместникам? Может куда-нибудь вот сюда можно... Ну, почему нет? Плюс 15 цивиков. Это когда Персеполь до последнего уровня, можно будет убирать отсюда. Ресы в другие города перебрасывать. Так, ну поехали. Вроде пока все норм. Что там в поместье? Там будут, по-моему, какие-то... Да, законы. Профессиональная армия либо добровольная служба. Можно ускорить производство за счет... Я, наверное, добровольную службу приму. Да, наверное, да. Недавнее действие царевны Гордии вашей сестры поставили под сомнение разумность ее суждения, она теряет мудрость. Ну, блин. Она немудрая и несчастная. Да, блин, я хотел... Я не забываю. Так, сейчас. Жители Теридона верят сопроведливаясь и твердую руку порядка, поэтому неудеятельно, что городские власти намерены укрепить... Так, это за счет того, что мы уровень культуры повысили. Укрепить верховенство правое и призвать людей решать свои поры в судах. Они обдумают вести такую вещь, как мистофория. Плату судьям за рассмотрение дел. Выйдет довольно затратно, зато в этом случае нашему суду не будет равных. Плюс цивики и культура. Сделайте должность магистрата обязательной. Получай черту судья и не будет тактика. Может мне на судью опять перейти? А, блин, минус... Минус два мудрости. Ладно, давайте, пускай. Больше цивиков. Там не так много, правда, этих цивиков, но владыка Ортабан жестоким стал. Но раз жестоким, то Хайву изучает... Он как наместник, да? Тогда пускай тактику военных действий изучает. Будем генерала из него делать. Я вот тут хотел монастырь строить, потому что вот тут будет потом плантация. Да, я хотел выдавать замуж вот царевну Гордию, например. Во-первых, пускай она в государственную религию перейдет. Так, а где... А нельзя ее выдать замуж никак? Хм. Так, ну эти еще малые. Странно. ТОРАДОЛЖСКИЙ 15-6-7-5-1-0-2-1-4-0-2-1-0-2-2-1-0-1-0-2-0-1-1-0-2-0-1-0-2-1-0. ТОРАДОЛЖСКИЙ Теплые купальни Не, я, конечно, библиотеки сначала строю 5,2, а тут вообще 6,2 Еще вон там 6,2 Но тут я Мне где-то храм надо будет Не храм, точнее Да, вот здесь у нас будет собор Значит, да, можно сюда библиотеку А, стоп, почему мне суд Рекомендует? Я библиотеку хочу Так, и здесь, где у нас библиотека? 6,8 может быть Вот сюда, тут собор, наверное, сделаем Да Блин, и так уже дорого покупать камень Я там по тысяче плачу каждый раз С другой стороны, у меня и денег Вход 1100 Младший священник Просто священник Главное, на старшего не включить Не забыть Вот, жемчуг надо добавить В Садарвазе Кого Стук, младший Целитель Поэта может Интересно, а почему Вот здесь по одному ходу А здесь два Дают одинаково Абсолютно Только тут 58 очков Право стоит Здесь 43 Ну, давайте младшего Вот этого Одного сделаем Поэта Обращаю в государственную религию Сестру Так, а у меня Из семей Только Ахиминиды, да? В государственной религии Интересно, сейчас появится После Там же Случайные Выдают Техи Вы же понимаете Поэтому посмотрим Появится ли у нас Возможность Нужную мне Теху Открывать Нужны бронебойные стрелы Баллистика Правда Я вот В конце прошлой серии Скал, что доступно Пока она не будет доступна О, из Карфагена Царь Армелик Покинул мир Все равно Дружелюбие Новый царь Новоэль Новоявленный Все равно Дружелюбие Отлично Царевна Гордия Получает черту Фанатик В итоге Минус 2 мудрость Минус 1 харизма Только храбрая То есть Храбрая Тупая Уродина Извините Так Бронебойные стрелы А Верховная власть Давайте глянем Куда что ведет Ну Бронебойные стрелы Я уже могу открыть А кроме того Нам Нужно Чтобы в баллистику Попасть Гидравлика Да Верховная власть Механизация Вот это вот Все надо сделать Давайте все-таки Тогда Верховную власть Так Рождается Новая сила Вот После После Возведения Нового суда В городе Артаспана Старший Камечник Попросил Принять его Чтобы Обсудить Вопрос О посвятительной Надписи Мастеру Отдали Два Совершенно Разных Приказа Патриарх В них Восхаляется Ваш рот И величие А наместница Наставить Чтобы надпись Должна быть Посвящена Ахурамазде Это богу Что за слова Увековечит В новом здании Суда Законы Которым Всем исследуем Я думаю Да Плюс два Дисциплина К тому же Зашипись Мы можем Выбрать Законы Не знаю Мне кажется Стоит Все таки Взять Тут Трата Денег Тут Трата Цивиков Можно Ускорять Производство Зачетности Блин Может Я ничего Не принимать Я бы Ничего Не принимал Ни то Ни другое Мне в принципе Не надо Ладно Тогда Ничего Не буду Холодные Купальни Нам Библиотеку Надо Строить Везде 2,4 Вон 3,4 Есть Одно Место Так А это Суд Суд Построил Тут Библиотека 4,5 Есть Давайте Вот Нет Тут я хотел Собор Когда-нибудь Сделать Ладно Давайте Вот тут В центре Так Обращаю Цебалы В религию Еды Даже Не стараясь Вообще Фермы Какие Либо Строить Обалдеть Конечно Так Старшего Монаха Мы не Делаем Цебалах У нас Рвы Есть Жители Я могу Спиться Два Два Хода А Вот Сюда Я Хотел Точно Драгоценные Камни Появятся Младший Поэт Просто Поэт Теперь Что По счастью В городах Все еще Второй Уровень В Персеполе Отныне Наша Королева Известна Как Сатира Зодча Так Царь Греции Умер Осторожность Ваша Сестра Станется Последствовать Зарастризму Отлично Мы обратили И Ваша Тетя Станется Последствовать Зарастризму Отлично Так Дальше Механизация Видите Вот это Отмечено Для того Чтобы Было понятно Куда идти Но запас Ресурсов Не хочу Нам надо Вот эти Техи Открывать Нужные Нам Так Мы сейчас Открыли Еще по-моему Какие-то Да Вот Тирания Либо Учредительный Закон Тирания Муштра И 8 Золота За каждый Юнит На территории А тут Указы В столице Плюс 4 Золота Ой Содержание За муш Да Учредительный Закон Примем Дальше У нас тут Появилась Лаванда Еще Одна Какие города Отправим Пятый уровень Так Что по По населению Вот сюда В Артака Ану Все У нас 9 старших Спецов Больше Не будем Младший Философ Это у нас В библиотеку Я так понимаю Поехали Здесь Священник Старшего Священника Не будем Делать Наверное Форум Построю Садовник Житель Через 5 лет Следующий Тогда Наверное Архив Посольство Ученых Из Ассирии Желает Перенять Опыт Наших Наших Великих Умов Они Проявляют Интерес К нашим Научным Достижениям Готовы Выторговать Любые Знания Которые Мы поделимся Ну Давайте Образование Наверное За Железо Потому что У нас Там Минус Чтобы Просто Деньги Не Тратить Владыка Артабан Вдохновлен Форусским Маяком Смелым Романтиком Давайте Романтиком Придворного Министра Давайте Придворного Министра Получим Казначейство Второго Уровня Казначейство Третьего Трихода То есть Восемь лет Через восемь лет Мы вполне Можем Эту амбицию Завершить Отлично Так Библиотека Только на 1.8 Что-то Слабенько Ладно Давайте Тогда Домик Чтобы Добавить Территорию Вот здесь А или Вообще Давайте Сюда Пойдем Вот сюда Плантацию Делать Лесопилка 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 Теперь можно Теплые Бани Или Подожди Они Наверное Да Высокую Культуру Надо Так А что Тогда Строить Вообще В этом Городе Наверное Уже Ничего Вот тут Можно Теплые Бани А А и Тут Не Хватает Культуры Хм А давайте Тут Шахту Тогда Есть Библиотека Ну Шахты Еще Поделаю Собор Можно Можно Так Надо 1800 Денег Проверяю Что Теху Больше Нигде Нельзя Науку Украсть Да Сейчас Со всеми Симпай Вот Возмущение Осторожность Только Рим И Греция Как он По религиям Вообще Тут 21 Город А тут 35 Да Все-таки Иудаизм Ну и Христианство Слушайте Может Ассирия В христианство Хотя бы Перейдет А не В иудаизм Че нам В иудаизм У него Христианство Больше Ладно Кто я Такой Чтобы Диктовать Ассирии Кем ей Быть Еще одна Статира У нас Есть Становится Последителем Персидского Язычества Ну и Фиг с ней Министр Какой-то Предвар Слушайте А Давайте Попробуем Вот этих Нет Эти мехронидов Попробуем Обратить Не понял Вот я ее Выбираю Она у меня Дипломат Ну как я Вот Перейти в государственную Религию Вот Сейчас мы Будем ее Уговаривать Два хода Окей Однажды Поздним вечером Ваши Походи Заходит Супруга Владычица Мирот Города Прафтасия Платье На ней Так и трещит С каждым шагом Чудесная новость Из порога Заявляет Она Верно Вы слышали Про Содорвас Что ж Расскажу Город Растет Будто На дрожах И там Собираются Расширять Свои промыслы Я и подумал Сообщить вам Вдруг Вы не прочь Вложиться В одну Из наших Затей В Прафтасии Высокая Культура Так Завоз Лошадей Добавить Лошадей В Прафтасию Руду Либо Цитрусовые Ну я бы Цитрусовые Добавил А подожди Она почему-то Не считается Тогда Руду Давайте Что-то Цитрусовые Не считаются Ресурсом Роскоши Не знаю Почему Так Плотник Праведный Конечно Рачительный Все это Дешевле Наместник Лесопилки И пастбище Плюс 50 Дисциплина У нас там По-моему Нету Лесопилок И пастбищ В Персеполе Ну тут Конечно Можно Лесопилки Но я не буду И уже Их делать Пастбищ Точно Нету Вот если Что-нибудь Носить Наверное Дисциплину Был Да Так Где Появилась Руда Интересно В Профтасии Должна Была Появиться Вот тут Что-ли Ага Давайте я Вот этого Перекину На руду Лучше Я понимаю Что он Построил Но Вот тут Круче Строить Больше Выхлоп Будет Есть Библиотека И тут Библиотека Есть А давайте Порт Построим Священник Есть Понятно Что старшего Мы никого Не делаем Шесть Жителей В Городе В Городе В Вот этого Пастуха Тут Младшего Священника Так Еще Меха Появились У нас Да Так Меха В какой-нибудь Из городов Опять Ну Вартака Ну Вообще Снижалась По максимуму Интересно Что Вот здесь Смотрите Даже Нету Ресурсов Никаких А уже В минус Идет Блин А что Я не В Садарвазе Так много Зарастризм Как Да Там Собора Нету До сих пор Блин О Мехрониды Зарастризм Принимают Так Дальше В гидравлику Мы идем Видите У нас тут Отмечено После гидравлики У нас Собственно Уже Будет Баллистика Доступна И Что там И Такие Бронебойные Стрелы Так что Гидравлика У нас Сейчас Ортабан Вдохновлен Висячими Садами То он Форосским Маяком Вдохновлен То висячими Садами Будет Беспощадным Анска Инженером Становится Ну Теплые Купальни Я бы Построил Тут Я бы Суд Построил Наверное Тоже Библа Готова Купальни Мы можем И здесь Построить Что обязательно Там Фермы Нам Особо Не Нужны 1115 Подожди Стоп А Заменить Фермы На другую Кнопку Нажимать Надо Заменить Постройку Надо Младший Священник Просто Священник Рыбак 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 Ага У нас Красители Появились Ну Давайте Вот сюда Чтобы До меда Добраться Младший Философ В Профтазе Просто Философ В Нишапури Форум Ну Наверное Архив Надо Построить Сколько Надо Денег 964 Я Больше Продам Тут Еды Уже Задолбало Постоянно Ее Покупать Младший Священник Просто Священник Архив Так Трихода Ну Вот Как раз Форум Трихода Проверка На Исследование Короче Смена Религии У этих Не видите Этот Глава Мехронидов Иудей Но Сама Семья Эти Стали Зароастрийцы Карфаген Акрополь Построил Супруга Стараемся Супруга Но Она же Не наша Супруга Так Зароастризм Успешно Обратили В государственную Религию Аршакиды О Все Все Семьи Зароастрийцы Зашибись Послы Вавилонии Не смею Поднять На вас Взор Смиренно Преклоняют Колени Перед Троном Они Пришли За Помощью Наши Потомки Всегда Будут Помнить Ваши Великодушия Нам Больше Некому Обратиться Да Давайте Окажем Подготовку Там Они Воюют С этим С Римом Пускай Продолжают Воевать Монастырь Так Здесь Давайте Лесопилку Вот тут А там Собор Уже Строится А где Мы еще Тут Собор Строится Тут Строится А вот Здесь Вообще Ничего Не Делается Тут Еще И Храм Можно Сделать Вообще То Все Так Пять ходов До четвертого Мы его Начинаем Строить Но надо Будет Отложить Естественно Вряд ли Мы к этому Моменту Сможем Так Тут Мы Рудакопа Сделали И Теперь Давайте Вот Этого Катуре Пастух Ну и Кингерпоэтов Пять лет Пять лет Долго Давайте Архив Лучше Чтобы Быстрее Техи Открылись Так Теперь Блин Че-то А Распределить Ресы Драгоценные Камни Красители И Жемчуг Опять же По Городам Я бы В Садарвас Тут Что-то Плюс 9,4 Валит Самый Большой Уровень Цебалы Тоже Тут Второй Уровень Ну То есть Этот Город Просто Туп А Хотя Тут Население Всего Четыре Подождите Подождите Тогда Лучше В Туз Наверное Я Вкручу И туда И туда Бо Отправил Давайте Так Сюда Дальше А Блин Тут Уже Все Это Есть Тогда Все В Туз Отправил Сатира Архитектор Ну Да Мы Тут Дофига Построили Вавилон И Осирия Мир То есть Вавилон С Римом Постоянно Воюет Рим И Осирия Были В Союзе Так Ну вот Меткие Лучники Открываем К сожалению Не выпало Не выпало Подожди Бронебой Подожди Стоп Бронебойные Стрелы Это все Таким А Ну все Правильно Я бронебойные Стрелы Открываю Мне Нужна еще Баллистика С этими Но Она не выпала К сожалению Так бы я по очереди По одному ходу Их открывал Точно Баллистика Не выпала Это Бесплатный Юнит Чеканка Монет Юриспруденция Да Не выпала Ладно Так Надо не забывать В Персепале Четыре хода Казначейства Надо будет же Отменить Нарушение Всех Приличия Наместница Борон Ученый Неожиданно Вступает В природный Спорт С наставником Артабан Их способ Преподавания Она без стеснения Объявляет Устаревшим Борон Просит Позволить Ей самой Взяться За обучение Артабан Передовыми Идеями Что развили бы У ребенка Действительно Выдающиеся Навыки Ну у нее Мудрость Шесть Вообще-то Просто Выделить Средства Давайте Плюс Одна Мудрость Архив Третьего Уровня Завершен Старший Философ Катуре Младший Поэт Просто Поэт Давайте Тут Библа Построена Так Ну игра Предлагает Либо теплые Купальни Либо Суд Наверное Теплые Купальни Хочу Напоследок Чтобы мы В тепленьких Ванночках Такие Поплескались Купи-купи Хм Может Академию Либо Поплескались Дув Академия Академия Откадемия 7,7 А, высокая культура требуется, черт Ладно, пошли в Персепаль Мы что-то в Персепале нифига не построили Библиотеку даже не построили Плантация Собор есть в Катуре Так, ну что? Тут все построено Все построено В Нишапуре А где в Нишапуре Храм Так, а я тут собор не могу построить В Нишапуре О, блин Так, вот в Туся надо 1200 В Прафтасе все построено Так, слушайте Мне уже не нужны апостолы Надо просто Религию распространять И все Поплыли, не знаю Куда-нибудь Вот в Вавилонию Тут распространение Все равно Они уже приняли Зароастризм Так, как у нас С городами По уровню О, уже первый уровень Всего лишь Минус 5% К науке А библиотек нету В Персепале Наконец-то Я несчастье Ну, короче У меня максимальный Всего лишь пятый уровень Это вообще зашибись По-моему Там, по-моему 25% Да, 25% Нормально Подыщить гордее Нет легких дней Она получает Плюс одну дисциплину Ну, конечно Она несчастна Некрасива Фанатична Но хоть Дисциплинирована Что ли Слава Богу В Артаспана Пользуется славой Одна верховная жрица Она первой в истории Записала торжественные Гимны Зароастризма Которые теперь знает каждый Эти сочинения Станут опорой Нуждающимся И вновь подвигнутых К вере Культурная Высокая культура В Артаспане Обложить гимны Особым налогом Нет Повысит несчастье Принять закон Догматизм Не, у нас тут Терпимость нужна Так что у нас тут Выбор Собственно только один Так, сейчас Кир Мастер разведки Мудрость, конечно же Тут только вот это Ну Семьи у меня Видите, с семьей Какое отношение Так что Доприкоснуться К их благодати И знатный И незнатный Философ Так, младшего Священника В Нишапуре Младший философ Просто философ Садарвазис Священник Младший философ В Артаспании Монах Младший философ Здесь Форум Архив Сандарвазис эти суд построим столице этом соседство помню с гарнизоном нет когда тот был у суда соседству с гарнизоном что-то давала давайте здесь поделаю эти уже минус 9 пошло по камню до каменалом не буду делать везде уже потребляется камня дофига ну после я много библиотек построил судов вот этого вот всего тут у меня более-менее баланс вот по этим до еды что-то и денег просто немерено причем денег я еще и понимаю откуда это из городков от спецов вот это там законы приняты но еду я найду вообще помогут эту чисто сети это маяк вот этот и способность семьи охотников так множит это все что прям просто еды немерено так сколько там в персепале 3 хода эх дипломат скончался дочь родилась владычица зурвандухт интересно успеет зурвандухт поправить будет тактиком или фатактиком давайте так с вами встречается олигарх чтобы обсудить государственные дела давайте я стану покровительницы аршахидов нового дипломата надо выбрать ну минус 15 мнение религии не страшно вот этот прикольный у нас и так мнение религии офигительное просто так проявляем в персеполисе два хода до казначейства надо будет отменить младший епископ это в собор давайте поставим садарвази просто философ просто-то я планируюсь и добавится клетки шахту сделать так тут собор есть тут мы не можем его сделать вот сюда можно собор проверяем украсть ничего нигде на круче всех обогнал по науке несомненно примитивная примитивная примитивные 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 простоватые простовата и зачем читать примитивное от простого дых но я сейчас еще луки все ap ну в длин на луке, или кто там у нас в метка луков. Все как бы тут сильнее меня по намного сильнее Греция, намного сильнее Кафаген, намного сильнее Рим. Вавилон просто сильнее, Ассирия намного сильнее. Египет. Ну, я бы только за Ассирию, наверное, беспокоился, что она может на меня напасть. Хотя у меня опять же мир с ним. Если Рим нападет... Ну, не знаю, Рим в войне с Вавилоном давным-давно. А, и Ассирия. Это, конечно, недавно мир заключали. Дычица Гурдия Ваших Сыров впадает в ярость, если не получает желаемого из баллона. Не знаю, какие у нее проблемы, почему она такая. И не выпала баллистика. Еее. Все, через 4 хода мы должны побеждать. Отлично. Наместник Садарваза умным, пускай будет. Наместник Артакаана дисциплинированным. Ладно, есть предложение заканчивать тогда. То есть, 4 хода. Я думаю, что я поотбиваюсь. Так что, пускай казначейство заканчивается. Давайте тут делать старших кого-либо там. Старший философ, например. Старший философ. Старший философ. Вот тут Средний философ. Что делать? Что ли? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, сейчас нам по идее... Следующим или через ход должны начать войны объявлять. Но я должен успеть... Последнюю баллистику... Ой, блин, я же хотел... Луки апнуть, точно... Блин... Так, вы завершили наследие... Греция большой цирк... Очень сострадательная... Слушайте, вот эта Гордия, она реально... Какой-то этот... Звезда этого времени... Ее постоянно, каждый год, что-то с ней происходит... Из того верующие зароастрийцы Аршакиды... Учинили прение при дворе... Они жаждут публично осудить осирийцев за их приверженность... Давайте осудим... Фигляне... Наместница Прафтази скончалась на службе... Вот у нас тут есть... Темп... А я не хочу больше ничего делать... Давайте мы... Встанем... Я хочу только этих... Хотя вот тут я, наверное, сделаю... Все-таки каменоломню... Так, где у нас вообще все эти лучники? Все-таки... Встанем... 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 блин 2000 но должно на 2 еще как минимум должно хватить так хочу сейчас не хватает все хватает осталось 2 и 3 уровня так бронебойные стелы 3 хода и старший кто-то там помы следующим будет нет пилота старший философ 1 ход известный как сатира незыблемая и завершили последняя осталась дядя умер в это гордия младшая становится главой мехронидов которые несчастные сострадательные избалованная мастер разведки становится главой аршахидов а в жизни 5 нет легких дней дисциплина еще так нового наместника выберем два хода чет никто не нападает пока а вот ухудший вот тут должны они сначала вот вы очень близки к победе видите минус 160 вот так сначала будет да походу возможно даже никто и не успеет напасть даже зафига я тут каменолом не ищу строю очевидно что это уже все нафиг надо еще а два собора на семью интересно ладно пока постою так у нас еще два лучника не до улучшенных все вся армия еще подготовлена но я думаю что она уже не понадобится мастер разведки скончался столько науки нам принес но да ладно дисциплине мудрость всех мудрыми делаю чтобы быстрее открыть пускай политику изучается но уже не не послужит так наука вот это вот эту давайте так наместник герба плотник учтивый мудрый не давайте учтивый в этот раз естество испытатель учтивый вообще там на лесопилке и пастбище ладно на нее возьмем дисциплину дисциплину ну все кажись конец партии я будем смотреть тут правда при переходовке лагает игра на сколько ухудшились со всеми отношения видите только с вавилоном пока хотя тут минус 160 но тем не менее так никто и не объявил я слишком бы я думал они прям сразу объявляют а тут знаете постепенное ухудшение отношений и даже не собрали так что можно было пораньше итак я получил ачивки персия стейтсмен десятую амбицию выполнил и победа за амбиции ну кто-то считает что победа за амбиции не самое прикольное мне мне почему мне нравится что они есть единственная у меня претензия что почему эту же победу за амбиции компьютер не может выполнить то есть у компьютера просто нету возможности за амбиции побеждать не знаю почему так можем сказать как это проходило графики посмотреть давайте таймлайн глянем вот вся карта в итоге вот эта территория так и не открыта слушай ну туда все равно все таки вон пролез египет все таки поставил город ну какой то очень странная сгенерировалась пустыня бессмысленная в принципе карта прикольная получилось единственное мне кажется вот из плохого только что вот так странно карфаген появился все как странно у нас получается три цивилизации на море были рим я и ассирия и за нами вавилон и в углах просто греция вавилон карфаген и египет вот если что египет наверно вот тут был бы круче наверно даже как-то логично получилось все таки а вот это графика вашей ваших оппонентов так как демография в циве кстати по богатству я последний по населению первый по специалистам 1 по рабочим 5 по юнитам 7 всего 9 юнитов ну а можно посмотреть общее о так ну тут вот я ведь и построил и вот так все потом апнул то есть по силе вот я только а вот рим слил войска с вавилоном похоже ассирия блин вот если бы ассирия на меня напала я был бы я бы имел бледный вид мне кажется ну по территории примерно все одинаково шли и за что я тут ломанул за счет чего исследовал территорию но я то явно больше все почти сто процентов я должен иметь цена ресурсов а видите самый дешевый в итоге еда железо вообще вот так ровненько всегда шло ну и самый дорогой шала был камень потом его догнала и дерево вот тут мне кажется этот баланс все-таки у них не соблюден по-хорошему должно ну цена ресурсов как-то должна быть одинаково либо в начале какой-то бы должен быть дорогой а в конце другой а тут получается в начале практически все нужны но в конце всегда больше нужен камень а потом дерево а железо и еда как-то так себе очки победы так производство права у меня мало было но это я что-то создавал спецов скорее всего муштра тоже немного наука я тут тоже явно должен быть впереди да тут аж ломанул очень дико деньги тоже много приказов я только карфаген как-то обгонял но потом я вперед вырвался ну вообще некуда было приказы девать по идее тут абсолютно лидер при том что не вкладывался особо железо мало согласен было камень тоже дерево тут я начал немножко догонять но тут тоже были свои лидеры так убита юнитов я третий кстати зачищены лагерей второй потеряно юнитов я предпоследовал то есть кто-то Греция смотрите Греция ни одного юнита не потерял рим 53 юнита вавилон 34 хочу у них война их застопала вообще дико вавилон 147 юнитов убил вау ну кстати 32 рабочих у вас я не чувствую что мне нужно больше да денег конечно было у Греции намного больше в один момент так законов принято я первый 9 по технологии открытым но я видите много дешевых тех не открыл поэтому по количеству я отстаю на одну теху но в принципе самое длительное правление 45 лет у меня было кто-то время 60 лет правил завербовано придворных я последний вон Греция 21 исследованы руинок 5 я 3 улучшений даже я не первый я думал я буду первый Греция больше построила улучшения и чудес я первый 4 там 2 2 ну я очень ну вот чудеса прям которые мне очень в тему зашли я именно строил то что нужно ну все на этом похоже спасибо что смотрели ваши впечатления от Old World как всегда в комментариях могу сказать что все таки оптимизация в концовке опять подкачивает я убирал переходы хода но поверьте переход хода где-то в минуту идет очень долго честно говоря ну и фпс все таки проседает сейчас у меня 30 фпс показывает потому что это не максимум включен и график это не особо должна быть ну визуально не особо требовательна в любом случае получилось неплохо ваше впечатление в комментариях на этом все играйте в умные игры и слава Украине спасибо что досмотрели до конца я Алексей Халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока ваше Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok